У жителей Краснозаводска Невропатолога нет И это очень плохо Попала в такую ситуацию, что гайморит у меня был И мне нужно было делать уколы Я, как умная Маша, естественно, собралась сюда на укол Я прихожу в коридоре, человек 40 Я не понимаю, в чем дело, меня же не было месяц А оказывается, закрыли нашу лабораторию наверху на четвертом этаже И все те люди, которые брали анализы кровь Они теперь там, где делали уколы То есть на них нагрузили и эту, и свою работу И я в результате пришла к 8 утра И освободилась только полдвенадцатого Вот так каждый день Руководство больницы встретилось с людьми, чтобы ответить на вопросы Присутствовали депутаты окружного совета и сотрудники администрации Начали с того, что развеяли слухи о том Что для сдачи анализов придется ездить в районную больницу Вот уже 3,5 года Краснозаводская поликлиника Входит в состав районной больницы А потому все основные лабораторные исследования Теперь проводятся там Ездить за анализами и, соответственно, на сдачу анализов Никуда не надо Значит, все анализы забираются здесь Здесь Поэтому просьба вот как бы здесь в этом плане успокоиться И для пациентов эта ситуация, она будет лучше В каком вопросе? В том, что весь мир уже давно работает по системе централизованных больших лабораторий Во-первых, это гораздо качественнее в плане того, что можно сделать больше набора обследований теми же силами Обещали жителям решить и проблему с очередями на сдачу анализов После перевода одного из двух лаборантов в районную больницу В Краснозаводской остался лишь один специалист Сейчас, как выяснилось, временные трудности с очередями есть Режим ожидания небольшой Где-то час максимум, час 15 Но это все равно не очень хорошо Поэтому принято решение в ближайшее время открыть дополнительный кабинет для забора крови Это поможет ликвидировать полностью очереди Также жители заверили, что поиски кардиолога и невролога активно ведутся Жители города Краснозаводск, они без помощи специалистов кардиолога и невролога не остаются Потоки просто временно, в данный момент перераспределены в районную поликлинику И там можно прекрасно получать у замечательных специалистов помощь Да, туда нужно ехать Но это, опять же, вопрос временный И кадровый дефицит, я думаю, в ближайшее время будет решен Рассмотрели вопрос и о переводе круглосуточного стационара Краснозаводской поликлиники на дневную форму Один из аргументов за такое решение – недостаточно оснащенность заведения техникой и специалистами, особенно на фоне районной больницы Что такое круглосуточный стационар? Это стационар, где находятся пациенты, которые должны в круглосуточном режиме наблюдаться То есть в любой момент с ним может случиться разная непредвиденная ситуация Он может нуждаться в переводе, в реанимацию, в интенсивную терапию Может понадобиться консультация какого-то смежного специалиста Хирурга, гинеколога, невролога, пульмонолога, кардиолога, МРТ, УЗИ И все это должно находиться в круглосуточном режиме, работать Вот такая возможность есть только на территории больничного комплекса Вопрос о переводе стационара на дневную форму руководством больницы пока не решен Так как жители высказались за сохранение круглосуточного стационара Екатерина Фурсова, Антон Каврижных, Тема Вы скажите мне